Привет, друзья! С вами снова я, а значит на экранах новый выпуск Варблога. Сегодня я вам расскажу о новом сезоне Топ Ган и партнерской программе MyGames, а также других интересностях из мира Warface. Устраивайтесь поудобнее и давайте начинать! Мы рады сообщить вам о долгожданном возвращении Топ Ган. В шестом номерном сезоне у вас есть возможность пополнить склад новыми девайсами Beretta RX, Fabarm Prestige, CZ Scorpion и Stair Scout. Чтобы получить их, необходимо каждый день заходить в игру, выполнять простые задания и получать за это жетоны для обмена. Желанные ганы будут намениваться куда быстрее, ведь теперь на каждый из них нужно в два раза меньше жетонов, 10, а не 20, как было раньше. Для того, чтобы поучаствовать в событии, вам нужно выбрать специализацию PvP или PvE. Подойдите к этому выбору с умом, ведь до конца сезона изменить его будет нельзя. Сезон уже стартовал и продлится с 17 августа по 17 сентября, так что успейте пополнить свой инвентарь новинками. Тем временем на ПТС уже загружено обновление, так что давайте пробежимся по изменениям. Мы знаем о проблемах с поиском матчей в рейтинговом режиме и продолжаем работу над улучшением матчмейкинга. Наша команда понимает, что многим из вас важна корректная работа системы подбора игроков и время поиска матчей в рейтинговом режиме. В данном обновлении появится несколько небольших изменений, которые могут улучшить ситуацию. Кроме того, мы повысили максимальный лимит рейтинговой валюты до 3300. Также с обновлением изменились характеристики некоторого оружия. У имбл АА-2 Ассалт повышен темп стрельбы и снижена отдача, а у подствольного гранатомета теперь меньше дальность и скорость полета гранаты. У Вепре ВПО Х-3 появился прицель Моджи Зеро. Повышена дальность и минимальный урон, а падение урона на расстоянии, наоборот, стало ниже. Корректировок не избежала и KH-9EX. У нее стало слабее отдача и теперь ее легче контролировать. Кроме того, мы исправили некоторые ошибки предыдущих версий. Подробнее вы можете почитать на нашем сайте специальной новости. Друзья, нам важно, чтобы как можно большее количество игроков имели возможность играть с минимальным ожиданием в любых режимах и на любых картах. Поэтому мы планируем ввести некоторые изменения. Часть карт станут доступны на временной основе, а раз в две недели будут сменяться. Другие же карты или режимы станут сезонными и будут появляться время от времени в рамках особых событий. Главный критерий — предпочтение пользователей. Например, легендарный объект D17, ангар, нефтебаза и черное золото останутся доступными постоянно. Часть менее популярных карт будут сменять друг друга раз в две недели, временно возвращаясь в быструю игру. При этом такие карты останутся доступными в рейтинговых матчах и создаваемых комнатах. Что же касается карт повторок, вроде Мостов 2.0 или версии 20.37, мы планируем оставить в активной ротации всего одну версию, а другие как раз таки возвращать в игру по особым случаям. Обращаю ваше внимание, что режим уничтожения, доминация и королевская битва тоже исчезнут с возможностью возвращения от тематические события. Мы продолжим изучать комментарии, мнения и внутриигровую статистику, чтобы удовлетворить потребности максимального числа игроков. Каждая карта имеет шанс вернуться в качестве локации для временного ивента, так что следите за обновлениями. Ну а полный список карт, которые останутся на постоянной основе, вы можете найти на сайте соответствующей новости. Если вы делаете видео по Warface или ведете тематическую группу в социальных сетях, то следующая новость точно для вас. У нашей партнерской программы появился раздел на сайте MyGames. С ней вы сможете монетизировать свой контент и получать вполне реальный доход. Присоединившись к партнерской программе, вы сможете участвовать в уникальных событиях, получать подарки и коды для своей аудитории. А также обретете возможность продвижения на официальных ресурсах Warface. И это далеко не все. Звучит интересно? Тогда расскажу об условиях. Вам должно быть не менее 18 лет, либо участники должны быть уполномочены принимать юридические соглашения. Ваш канал должен соответствовать условиям предоставления услуг соответствующей платформы, будь то Twitch, YouTube или что-то иное. Минимальное количество зрителей отличается на разных платформах. Тематика вашего канала должна быть связана с видеоиграми, а контент качественный и интересен аудитории. Ну и конечно, вы должны быть способны следовать положениям руководства нашей программы создания контента. Ссылка на него есть в специальной новости на сайте. Если вы проходите по всем этим пунктам, не теряйте времени и подавайте скорее заявку. Ну а если она будет одобрена, мы свяжемся с вами в течение 7 рабочих дней с момента ее подачи. В некоторых случаях для принятия решения может потребоваться дополнительная информация. Поэтому будьте готовы ответить на запросы от комьюнити-менеджеров в социальной сети ВКонтакте или по электронной почте. Обращаем ваше внимание, что администрация оставляет за собой право отказать в сотрудничестве без уведомления или объяснения причин. Мы рады сообщить вам о запуске крутой акции совместно с МТС Кэшбэк. Теперь вы можете тратить свой кэшбэк на специальные наборы Warface. Ну а там вас ждут коробки, кредиты и крутые пушки. Чтобы потратить накопленный кэшбэк, зайдите на сайт или в приложение МТС Кэшбэк. В раздел «Потратить» нажмите «Получить предметы» в Warface и выберите доступный промокод, исходя из суммы накопленного кэшбэк. Если у вас активирована функция подтверждения по СМС, вам в СМС придет код, который нужно будет ввести в специальном поле. Полученный промокод отображается в личном кабинете сервиса МТС Кэшбэк, а также направляется вам в СМС и пуш-уведомлений на абонентский номер. Для получения внутриигровых предметов вам необходимо пройти на страницу активации пин-кодов. Она будет в описании. Там вам нужно будет пройти авторизацию, нажать «Активировать пин-код» в шапке сайта или в личном кабинете и ввести промокод в специальное поле. Обращаем ваше внимание, что внутриигровые предметы по промокоду можно получить только один раз. Акция продлится до 30 сентября, так что успейте воспользоваться предложением. А на сегодня это все новости. С вас, как обычно, лайк, подписка и колокольчик. А с меня безграничная благодарность за просмотр и обратную связь. Не забывайте про наш Дискорд-сервер и группу ВКонтакте, там постоянно происходит что-то интересное. Ну а мы с вами еще обязательно увидимся, так что не прощаюсь.